Здравствуйте, меня зовут Екатерина Юрченко, я CEO нового свободного пространства в городе Киеве HUB 4.0. Это каворкинги, это галереи инноваций, это бизнес-инкубатор и свободное пространство для работы и отдыха. Идея HUB 4.0 родилась примерно год назад. Я мама двух взрослых детей, и у меня всегда была такая мечта, что вот уже что-то дали, я дала своим детям, начальное образование, какую-то материальную поддержку. И у меня была идея, что мы еще, я как мама и такие, как я, родители, что мы можем еще дать для нового поколения, для наших детей, чтобы они развивались дальше. И родилась идея, что необходимо в Киеве, ну у нас есть уже такие пространства, но создать одно еще плюс, одно новое инновационное пространство, где молодежь может обретать новые знания, где может работать в новых условиях современных, каворкинга, свободного пространства, где может получать качественные знания, дополнительные к основному образованию, где может отдыхать, где может ознакомиться с новыми достижениями, инноваций. И вот так родилась идея создать новый хаб, хаб 4.0. Изначально, когда я думала над этой идеей, когда разговаривала с друзьями, делилась с коллегами, витала в воздухе, чего же нам не хватает в современном мире, или вернее даже так, где Украина отстает в чем. Мы может быть там в разных вещах интересные, там Евросоюзу или другим соседям, но самое важное, на мой взгляд, что есть в Украине, у нас очень качественный человеческий капитал, то есть это интеллект. И вот развитие этого интеллекта украинского, на мой взгляд, требует все больше и больше новых пространств, где интеллектуальные люди могли встречаться и общаться. Но общаться на какие темы? Ну, одна из тем, которая сейчас очень популярна в мире, это с приходом новой эры разумных систем, это индустрия 4.0. Мы пережили уже или прожили все человечество, прошло три промышленных революции. Это революция пара, паровые двигатели, электричество, дальше ЭВМ, компьютеры, разумные машины. И сейчас разумные системы в эпоху 4 промышленной революции возвращаются опять людям, чтобы обеспечить уже персональные требования человека. Это роботизация, это умные холодильники, это все то, что мы видели в фантастических фильмах. Но на самом деле это все уже реализуется во многих направлениях. Мы очень мало в нашей стране знаем об этом. И вот одна из идей, которая легла в основу названия Хаб 4.0, это было донести украинцам, молодежи, себе понять больше об этом, да, что же такое индустрия 4.0 и как мы можем, как Украина, в этом участвовать, потому что это неизбежно, знаете, это наступление этих перемен, они неизбежны. Готовы мы к ним или нет? 20 лет – это тот срок, который дается, чтобы подготовиться к этим переменам. Когда был придуман бизнес-план Хаб 4.0, начат был поиск инвестора. Я очень благодарна инвестору, который в такой кризис, в такое тяжелое время, когда все сворачивается, вложил деньги в такой инновационный проект. Это Валерий Амельченко, он глава комитета IT 7-го созыва, народный депутат Украины, и очень прогрессивный и очень, я бы сказала, передовой человек во многих вопросах. Он поддержал идею этого проекта, вложил инвестиции для того, чтобы Хаб открылся. И вот изначально, с момента начала уже реализации проекта, мы все время все делили на четыре, ну, у нас четыре направления развития. Три этажа, ну, мы думаем про четвертый. У нас очень много направлений, которые связаны с четверкой, вот с этой Хаб 4.0. Четыре основных – это каворкинги, свободное пространство. То есть это место, где вы приходите работать и общаться. Качественный нетворкинг – это то, что очень важно в мире современных технологий. Чем больше люди развиваются, и чем больше они становятся интеллектуально насыщенными, тем им труднее на самом деле общаться. И вот места качественного нетворкинга, каворкинг – свободное пространство – это как раз один из четырех направлений, которые реализовал Хаб 4.0. Так вот, первое – это каворкинги – свободное пространство. Вторая наша составляющая – это образовательный центр, центр интеллекта и знаний. Качественные лекции, интересные спикеры, только практические знания. Только люди, которые действительно в своей жизни уже что-то сделали, и могут предложить и поделиться, как это делать другим. Обучение практическим знаниям. Потому что на самом деле лекций и семинаров очень много, и рынок этот насыщен и востребован. Но качественных не всегда много, и не всегда понятна направленность. Должна быть сфокусированность. Хаб 4.0 фокусируется именно на высокотехнологичных, и вокруг этого – производственных, промышленных, биотехнологиях. Но все, что касается индустрии 4.0 – это второе. Третье – галерея инноваций. Мы придумали, что у нас должна быть галерея, постоянно действующая, украинских инноваций. И любому инноватору мы бесплатно предоставляем место, время для презентации, для поиска партнеров, для размещения своих экспонатов. И вы сможете увидеть, когда придете в Хаб 4.0, что у нас раз два этажа, и дальше третий. Везде где-то что-то вы можете увидеть интересное в различных технологиях украинских инноваторов. И четвертое – это бизнес-инкубатор. Это то, что только сейчас у нас стартовало. И у нас есть объявлен набор стартапов, отбор стартапов, конкурс. Мы принимаем сейчас заявки на участие стартаперов в нашем бизнес-инкубаторе. Они могут подать заявку онлайн. После того, как советом менторов будет исследовано полностью все материалы, которые получены, будут отобраны команды, в которой будет представлено место работы в Хабе, которым будет оказана экспертная и менторская поддержка. Мы выступим своего рода продюсерами этих стартаперов. Поможем им и с презентациями, и как инвестору себя представить, и как выйти на площадки, и как найти венчурный фонд, или бизнес-ангела, или инвестиционный фонд. То есть мы будем сопровождать эти стартапы и помогать им развиваться. Следующее направление, которое мы сейчас планируем, это также научить людей работать с грантами. Украина с 2015 года является участником и может получать средства Евросоюза такой программы «Горизонт-2020». И на самом деле эта программа выделяет очень большие средства для развития именно инновационных направлений. Это и поддержка, кроме этого, это поддержка малого и среднего бизнеса. Это рестарт бизнеса, который потерпел банкротство. Мало кто знает об этом, но деньги на это Евросоюз выделяет. И очень мало специалистов, и практически нет их в Украине, которые могут объяснить, как найти себе грант, как его правильно оформить и как получить. И мы хотим это тоже реализовать как консалтинговое направление работы хаба. По поводу конкуренции. Очень часто задают вопросы, когда мы только запускали бизнес, сходили по выставкам, мы пытались понять, и нам говорили, вы знаете, у вас же есть конкуренты. Мы говорим, да, мы знаем про конкурентов, особенно платформа, часопус, это наши конкуренты, которые на рынке есть. Но вот что интересно, мы с самого начала поставили себе по-другому отношение. Они для нас не конкуренты. Вот лично мое мнение, мы все полностью партнеры. Потому что каждый из нас, каждый из пространства, хаб, каворкинг, образовательные центры, которые есть в Киеве, и в Украине тоже, мы обязаны стать партнерами. Мы должны создавать интеллектуальную среду, знаете, такие как соты, которые в сетку должны соединяться. И каждый из этой ячейки должен выполнять какую-то свою роль. Или если роль не получается выполнять, должно перетекать из одного в другое место. Для того, чтобы покрыть страну инновационными пространствами, где будут рождаться светлые интеллектуальные идеи, где будут обмениваться мнениями. И мы от этого все только выиграем. Потому что ниша на самом деле каворкингов и свободных пространств, интеллектуальных и образовательных хороших программ, еще в Украине не заполнены. Понимаете, сейчас IT-продукты Украины дешевые по одной простой причине. Мы абсолютно безграмотны в плане регистрации интеллектуальной собственности. Потому что самая высокая ценность в IT-продукте и стоимость в IT-продукте – это интеллектуальная собственность, то есть сама программа, коды, доступ и так далее. Вот это пока абсолютно неохваченная тема со стороны IT-компаний. То есть юридического сопровождения и регистрации интеллектуальных собственностей отсутствует как практика. Оно прописано, конечно, в законах, но практики нет. Поэтому на первый взгляд кажется, что IT сработали продуктом на 100 долларов, а заработали 200. На самом деле нет. Просто не оценена по достоинству сам интеллектуальный вклад в этот продукт. Конечно же, рентабельность IT-продуктов высока. Но только одного из тысячи. У всех остальных нет. И это будет меняться. На самом деле высока стоимость услуги, которая реализовывается вместе с IT. Как вывести экономику из кризиса? Часто задают такой вопрос и мне, как экономисту, и я бываю на многих экономических форумах и круглых столах. На мой взгляд, вывести можно новый сорт яблок, например, или новый сорт рыбы. Вывести экономику никуда нельзя. И завести тоже. Экономика – это математическая, логическая последовательность реализации экономических законов. И все экономисты – это математики, аналитики, логики. Есть процессы объективные и субъективные, которые просто подвергаются анализу и предлагаются решения, которые позволяют улучшить, например, кредитный рейтинг банка страны или компании, или еще изменить ситуацию. Поэтому нельзя экономику никуда вывести. Ну и завести тоже нельзя. Мой рецепт – это на должностях в правительстве, которые отвечают за экономическую политику страны, должны быть исключительно профессионалы. И только если профессионалы у нас все-таки наконец-то возглавят экономический блок правительства, мы сможем увидеть, какая экономическая политика Украины, какой страной мы становимся – аграрной, производственной, сырьевой. Какой у нас план на два года, на пять, на пятьдесят. Вы знаете, например, что в Китае развивается 50-летними планы, Европа – 20-летними. Но это четкий план, который после того, как принята модель. Я поклонница Раймера, это известный норвежский экономист, который написал книгу «Как богатые страны стали богатыми, почему бедные страны остаются бедными». На мой взгляд, он ориентирован на то, что каждая страна должна стать индустриально развитой, тогда она будет богатой. И примеры всех богатых стран, всех, все страны богатые – это индустриально развитые страны. Ни одной нет богатой сырьевой страны. Нет. И если Украина выбирает путь, вот сейчас мы пока его не выбрали, нет внятной политики, куда идет страна в экономическом развитии. Какая у нас, какая модель, какую мы модель избрали. Как только мы изберем одну из моделей, тогда можно найти ответы на вопросы, а где же роль IT. Если мы сырьевое государство, то нам надо прогнозировать с помощью IT, когда дождь пойдет или когда снег выпадет. А если мы промышленное, индустриальное государство, тогда мы с помощью IT должны робототехнику развивать и думать, как у нас уже машины будут не ездить, например, а уже на магнитных подушках летать. То есть от этого зависит. Это очень, конечно, важно. То, что нет модели такой, это и расстраивает, и не дает четкого посыла обществу, в какую сторону двигаться. Поэтому 5000 за прошлый год IT-специалистов уехали из страны. И это продолжается. И что мы можем сделать? То, что мы делаем, каждый в своем, это открываем хабы, чтобы люди приходили, им было где удобно работать, комфортно, и получить какие-то знания новые, свежие, на интересующие их тела.